Привет! Сегодня мы будем с вами рисовать шишку. У нас предновогоднее такое настроение и шишка на как раз подходящую тему нового года. Все ее боятся порой некоторые рисовать, но на самом деле мне ничего нет сложного. Сегодня я буду рисовать материалами копики мультилинера 01. Этот не нужен. Ристой карандаш мне тоже не нужен. Так, белая гелевая ручка, маленький карандашик у меня это цветной карандаш коричневый, просто он у меня уже исписан, и белый карандаш для деталек. Также мне точилка понадобится, кляча. Нет, она мне не понадобится. Так, и понадобятся мне маркеры. Буду я рисовать сейчас скетч-маркерами. Так, приступаем мы к рисованию шишки именно с верхушки. То есть я для себя ее сфоткала, так как мне нужно, чтобы падали тени на нее. Но при этом у меня есть натура, я прекрасно могу наблюдать, смотреть за всем строением, за детальками ее. Поэтому я начинаю рисовать с верхушки. Верхушка она у нас довольно-таки маленькая, тоненькая, как у елки. То есть, в принципе, какая-то такая форма, похожая на елку у шишки. Стараюсь сразу делать деталировку какую-то. Сейчас контуром я наношу рисунок. Так, то есть у нас пошла одна долька, верхняя долька, следующая долька, у нее есть толщинка, так вот. Еще дольки. То есть сейчас у нас пошли уже такие расхождения, ветвистость вот этой вот наших, как у шишек, как у елок. И на кончике у нее есть такая вот пепочка другого оттенка, она выделяется, если вот с этой стороны смотреть. И когда мы ее кладем вот так, это все нам видно. Так, дальше пошли. Следующая. То есть сейчас мы заполняем. Это у нас более вывернутая. Это идет следующее. Сейчас главное не запутаться в наших, здесь на кончике, главное не запутаться в наших всех вот этих вот деталях. На кончиках есть вот такие вот более такие, наверное, как острые пимпочки наши. Так, и здесь все сделала, здесь сделала, вот здесь, вот здесь вот такая пойдет. Не нужно прям в точности делать, потому что все равно отличия будут. Никто проверять у вас не будет. Грань, толщина. Эта часть у нас больше всего приближена, кром развернута, поэтому мы, она даже такая больше, учитывая, что она больше, она к нам приближена. Так, это сюда. В них очень, конечно, легко запутаться. Так, сюда. Следующая. Здесь нам не хватает детальки. Есть сразу такие шероховатости, да, нитеобразные такие у ствола, структура. Мы ее также намечаем, она нам поможет в дальнейшем. Так, и последние нижние делаем, тоже приближена к нам. Те, которые вдалеке, они туда вот уходят. И вот эта у нас тоже будет большая. Большая. Внизу у нас уже такое наслоение друг на дружку. Все. И вот с этой части можно еще добавить. У нас шишка готова. Приступаем к цвету. Начинаем со светлых цветов. Берем BR33 и закрашиваем то, что к нам приближено. Так. Не хватает мне желтого. Я возьму его из других оттенков. Так. И вот здесь мне пойдет вот так. Сейчас мы намечаем наши световые такие вот именно шапочки, которые светленькие. Чтобы нам сейчас не запутаться. Снизу мы можем их уже увести туда, потому что сверху у нас все равно будет темный цвет. И золотого, такого желтого мы добавляем еще чуть-чуть. У меня ограниченная палитра, поэтому вынуждена какие-то цвета передать именно другим оттенкам. Так. Вы можете использовать также любые оттеночки. Но приближенные, естественно. То есть мы вот так вот сделали вот это все, то что на свет мы. Я бы еще вот так вот это сделала. И сейчас будем утемняя, за счет этого наша шишечка будет объемной. Так. Так. Кончик самый главный. Так. И желтым мы вот так проходим по участкам, где у нас такое светло падает тень. Вам не хватает желтенького. Падает цветочный. Так. Теперь берем более темный цвет. Это будет BR81. Сюда же мы можем добавить посветлее оттенок сразу. и работать с ним. Так. И сейчас. Сейчас. BR21. Сейчас попробуем BR21 как у нас. Вот. Вот. Это BR21. Чуть-чуть светлее, чтобы нам сейчас резко пока не утемнять. Где-то передать глубину надо. И продолжаем BR81. То есть у нас пока коричневые такие оттенки, но нам нужно будет добавить там даже темные очень. Темно-серый какой-то будет. BR21 мы также растушевываем. Ватanche. Блин. Точ in. �도 один. Так. Дальше. Простоumerяем. И это есть 2 отделе. exceptions как вы что-ли molto А. body makes it. Все темные участки делаем. А там уже у нас будет падающая тень, но коричневый там тоже присутствует, мы его намечаем. Здесь растушевываем. Сюда немножко. Где-то я дополняю. Так, светлые пошли участки. Более светлые. Здесь у меня не хватает темненького. В принципе, сейчас у нас четко видно, где наши шапочки эти. У шапочки тоже есть свой объем, поэтому мы BR21 немножко проходим по граням. Так, теперь мы берем какой-нибудь еще более темный. Сейчас мы попробуем добавить еще V90. Посмотрю оттенок такой золотистый. Он такой потемнее. тем самым мы добавим цвет. цветом. Так. И не хватает нам теперь еще более-более темного. цветом. Возьмем сейчас попробуем серенький. У нас там есть такие даже черноватые оттенки. и возьмем предыдущие цвета. Это будет BR81. Будем делать плавный переход. К самой шапке, вот этот черный, он такой более насыщенный, темненький. И BR будем растушевывать. И вот этот черный, он такой, он такой, он такой, он такой. Продолжение следует... 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 бумага впитывает поэтому бывает насыщенность пропадает наших оттенков и приходится немножко наращивать теперь мы пройдемся у нас есть такие структурные детальки так и здесь темненькое колечко даже черное серый сг-10 так ну вот этих вот мы добавим наши звездочки носики такие и коричневым чуть-чуть светлее который попробуем сделать такие объемные отделить шапочки лепестков то есть получается мы сейчас еще добавляем и такую вот фактурку тем самым создаем шероховатость то что у нас не прямо гладкая объем можно взять чуть темнее тоже добавить сюда здесь прям просится еще утемнеть нашим возьмем р 81 но не сильно вот и растушуем сейчас здесь тоже и растушую каким серым же 5 есть немножко добавим здесь здесь так и добавим бр-33 на эти кончики они у нас темнее и смотрите вот самые 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 вот эти вот данные мы добавляем черненького чтобы еще сильнее выделить можно прорабатывать еще сильнее рисунок но мы довольно-таки сограниченной палитрой и довольно скажем так рисуем именно скетч который рассчитан на более быстрый рисунок просто передать свои впечатления от шишечки вот поэтому мы берем карандашик переходим к деталькам он должен быть хорошо наточен и где маленькие детальки всякие шероховатости я уже дорабатываю карандашик а здесь я забыла накрасить так нам нужно тут отделить и мы сейчас дадим небольшую тень g3 вот наших шишечек так cg2 так cg2 возьмем светлее сначала нанесем такой вот тень от верхушки и потом все и шишечки по лепесткам то есть я создала такую растушеванную блендером мы можем растушевать всю концовочку так и в глубину у нас также уйдет более темный цвет тени создаст у нас серенький сюда можем даже немножко cg5 холодный серый за счет холодного серого наша шишка она более тепленькая коричневый этот цвет передается лучше так и сейчас мы растушуем cg2 посветлее так и можем взять даже где-то черным пройтись ну и самое интересное сейчас добавим белого там где у нас свет тень где у нас темные цвета там еще лучше это быть все видно здесь вот эта часть будет темнее мы ее тоже немножко темным все-таки увидел ее туда как бы не вот эту часть так и здесь тогда у нас появится цвет такой прям возможно там где-то где-то чего-то еще можно добавить фактурки вот это вот то есть пошла деталировка вы уже по отношению всего предмета смотрите где вам ничего не хватает здесь такая полоса так делаем так чтобы наша шишечка гранит эти свет и тени блики белым цветом у нас резко мы делаем акценты на них так вот здесь не хватает еще речневатых и бр-21 выделим на темном наша ручка она естественно смотрится более эффектно ярко мы этим и пользуемся добавляем каких-то возможно это наш снежинки будут чтобы еще больше создать этот новогоднее настроение но не главное сильно много их не делать можно даже сюда на тени на тени и и и и и и и и так и можем добавить немножко белого карандашика где у нас свет коричневым карандашиком также можем добавить деталек она у нас такая неоднородная есть у нее точечки шершавости какие-то структура как у дерева на вот это вот то мы все можем сделать еще карандашикам еще немного дома влетения что наделить и растушевываю этот цвет делаю надпись шишки 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 И делаю свой инициал. Все, готово. Рисуйте, пробуйте и выкладывайте свои работы под хэштегом МКИРА.